Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и сегодня хочу с вами поговорить о мечтах и целях. Эта тема, она волнует многих, и рано или поздно мы с этим сталкиваемся, задумываемся об этом. Вы знаете, как-то мне попалась информация о карте желаний. Мне рассказали, что если наклеить на лист ватмана по определенным зонам картинки с тем, что вы желаете привнести в свою жизнь, то это все вскоре появится у вас. Я вооружилась типой журналов, взяла линейку карандаш, расчертила ватмана несколько секторов, вырезала из этих журналов то, что мне по-настоящему было близко, то, чего мне действительно хотелось. И получился вот такой вот калаш. Калаш, на котором по определенным зонам наклеены мною картинки того, что я хотела, чтобы у меня появилось в моей жизни. По центру вот эта красота и здоровье, правее это квадратить детям, я на тот момент не было в семье, не было детей. Я была не знакома еще с сегодняшним мужем. Я хотела, чтобы вот внизу посерединке написана картинка там с мужчинами. Мне хотелось работать в коллективе, где будут мужчины. Но самое первое начало сбываться вот то, что сейчас обведено овалом. Вы знаете, я была очень удивлена, когда вот уже появилась у меня карта. Через некоторое время меня пригласили в Арифлейм. Я решила себя попробовать в этом бизнесе. И каково же было мое удивление, когда однажды я смотрю на карту и узнаю знакомые тюбики. Это тюбики Арифлейм. Когда я наклеила, я даже не думала об Арифлейму именно конкретно. Следующим моментом стало то, что в мою структуру стало приходить действительно очень много парней и мужчин. И мы в офисе смеялись над тем, что почему именно в моей структуре появилось, появляется все больше и больше парней. Потом, совершенно неожиданно уже, когда я стала директором в компании Арифлейм, получилось так, что я выигрываю, участвую в акции, выигрываю поездку на Канарские острова. И в итоге вот эта фотография, где я сейчас плаваю в одном из бассейнов нашего отеля, она очень напоминает одну из фотографий на моей карте желания, на моем коллаже. Следующим моментом стало то, что я встретила Сергея, нынешнего мужа. В принципе, вот то, что я закладывала в этот квадратик, оно все сбылось. Мы достаточно гармоничные у нас отношения, мы уважительно относимся друг к другу, у нас мы любим активный отдых, скандинавская ходьба, катание на самках, это все про нас, это все для нас. Через некоторое время, когда мы стали жить с Сергеем вместе, мой тест показал две полосочки, и я поняла, что скоро у нас будет ребенок. Когда я выбирала из всего многообразия малышей в журналах картинок, таких вот красивых, симпатичных малышей, почему-то из всех я выбрала именно вот этого. И посмотрите, как он похож на моего сына Ивана, который родился несколькими годами позднее. То есть вот мы сопоставили эти две фотографии, обнаружили очень такое сходство. Поэтому его я ждала и знала, что он у меня будет. Очень интересный момент, когда вот смотрю на этот сектор путешествия, там у меня Чехия. Постоянно, когда смотрела на эту картинку, я понимала, что эта девушка похожа не на меня, а больше на мою сестру. Вот сестра как раз здесь на фотографии у меня. И вы знаете, самый интересный, вот парадокс, но в Чехию поехала именно моя сестра. Не всем мечтам суждено было сбыться. Вот если здесь я закладывала, что будет квартира, то в итоге получилось, что мы рассматривали с мужем вариант квартиры, но остановились на доме. Мы сейчас возводим дом, у нас там несколько строений на нашем участке будет, и сейчас мы увлечены уже другими целями. То есть всегда, когда чувствуешь, что эти мечты уже сбываются, не забывай сочинять мечты новые. Передавайте это по наследству, этот навык своим детям, своим подопечным, тем людям, для кого вы авторитетны. То есть вовремя нужно перезаряжать цели. На сегодняшний день мы коллекционируем какие-то интерьеры, которые нам нравятся. Мы мечтаем, как у нас все будет обустроено на нашу усадьбу. Кабинет, например. Мне очень хочется, чтобы был такой кабинет, где можно уединиться, поразмышлять. Куда можно деловых каких-то партнеров пригласить. Комнату отдыха в бане, где мы будем, возможно, сидеть с нашими друзьями. А может быть в беседке, если это будет погожий денек. А еще пусть они все приезжают с семьями, с детьми, и взрослые дети любят качели. И нам очень хочется, чтобы вокруг нашего дома была вот такая зеленая лужайка с какими-то просто яркими небольшими клумбочками, чтобы они создавали нам настроение. Я не знаю, что вы хотите. Возможно, вы хотите баловать своих детей, показать им какие-то, создать впечатления. Может быть, вы хотите родителей вывезти на море, потому что есть люди, которые проживают жизнь и в своей жизни не знают, как оно выглядит, какие ласковые волны в море, как солнце закатывается в море, как оно отражается в море. Может быть, вы хотите понять, какой маленький земной шар. Может быть, вы хотите путешествовать на пятизвездочном поезде. Есть такие комфортабельные поезда. Посетить карнавал в Бразилии. Почему нет? Кто-то его посещает. А может быть, вы хотите подняться на воздушном шаре и посмотреть на окрестности именно с высоты птичьего полета. Может быть, полушубок. А может быть, всей семьей куда-то в путешествия. А может быть, с дикарями, с палаткой. А может быть, вы хотите вот такой вот небольшой, но уютный, ухоженный дом для своей семьи. Небольшой семьи. А может быть, вы наоборот замахнетесь на вот такой вот особняк. Может быть, вам нужны просто сапоги или платья в стиле сафари. Или вот такой небольшой пеньюар соблазнительный. А может быть, вы хотите укутаться в махровые халаты, которые очень приятны к телу. Покупаться с дельфином, послушать, как они пищат. Вообще говорят, что это очень незабываемое впечатление. А вот ресторан «Седьмое небо» на Остангельской телебашне, в которой стеклянный пол. И он крутится вокруг оси, вы созерцаете виды Москвы, сидя за чашкой кофе или еще чего-нибудь. А может быть, вы улыбку Джаконды решили посмотреть своими глазами. Хотите водить автомобиль? Или хотите зал, где камин, где будет так вот красиво оформлена библиотека. А может быть, вы хотите, чтобы ваш дом утопал в зелени, и хотите развести какие-нибудь дорогие виды палюм или каких-то вот таких напольных растений. На это тоже нужны деньги, на это тоже нужны какие-то средства. Итак, если у вас есть желание изменить свою жизнь к лучшему, если вы мечтаете о многом, нужно не забывать эти мечты превращать в цели. Цели, они более конкретные. И для цели нужен какой-то план действий, непосредственно действия и результат. И вот перед вами сейчас лестница успеха Арифлейм. Если у вас есть мечты, если вы хотите действительно менять свою жизнь, оцените их в денежном эквиваленте и сопоставьте вместе со спонсором, проведите эту работу, сопоставьте ваши мечты с тем уровнем на карьерной лестнице в Арифлейм, которого вам нужно достичь. На определенной уровне свой доход. Как реализовать цели? Ну, во-первых, вам, конечно же, придется выйти из зоны комфорта. Если вы будете продолжать делать те же самые привычные действия, которые делаете сейчас, они вас приведут к тому же самому результату, который у вас есть сейчас. Конечно же, вам придется получить какие-то новые знания, научиться новым навыкам. Возможно, вам придется измениться самому, потому что когда вы меняетесь сами, начинает все меняться вокруг. К вам люди начинают по-другому относиться. У вас события какие-то новые в жизни появляются. Недаром говорят, сначала быть, а потом иметь. Нужно сначала стать тем, кем вы хотите стать, а потом все это автоматически притянется в вашу жизнь. И здесь есть две опасности на пути реализации цели. Во-первых, возможно, некоторые люди, столкнувшись с трудностями, желают оставить все, как есть. Думают, нет, я не готов к трудностям. Либо они концентрируются 100% только на одной какой-то из сфер жизни, работают на износ вот в этом направлении, про другие забывают. И потом те сферы жизни, про которые они забыли, начинают давать о себе знать. У людей есть два вида мотивации. Мотивация к и мотивация от. И вот знаете, очень часто мотивация к не работает. Чаще работает мотивация от. Недаром у русских людей есть такие пословицы, пока огромный грядет или пока петух не клюнет, да, там и так далее. То есть нам легче сконцентрироваться, собраться и начать действовать, когда что-то происходит в нашей жизни, когда дальше уже просто некуда. Так вот нужно поработать над собой так, чтобы не обязательно доводить до такого состояния свою жизнь, а нужно в себе найти эту мотивацию к. Существует семь жизненно важных сфер. Здоровье, семья, личностный рост, профессиональный рост, отдых, финансы, остальное что-то материальное, что дает нам много удовольствия в жизни. Без этого тоже никак. Например, распишите каждую из них. Здоровье, например, да. Что вы хотите. Может быть, вы хотите правильно питаться. Для этого тоже нужны знания и деньги. Фитнес, массаж, здоровый сон, там, терринкур или еще что-то, да. Семья. Какую вы хотите семью? Это просто два человека или, может быть, вы что-то хотите для большой семьи и так далее. Вспомните и запишите яркие моменты жизни по каждой сфере жизни. И затем по периодам жизни. Что для вас было дорого, что для вас было ценно в вашей жизни, что вы хотите, чтобы обязательно было. И получите новый опыт. Возможно, вот есть такое выражение, если вы хотите, или как, для того, чтобы больше хотеть, нужно больше видеть, да. Когда мы видим что-то новое, мы это снова хотим. И кажется, вот у нас уже все есть, а потом что-то еще видим. И, ах, мы снова хотим. Так вот, разбудите в себе эти желания. Ищите. Работайте с публичными источниками. И, как бы, ищите то, что вы еще новые желания, новые мечты придумываете. Есть упражнение «Банковская карта». Обманите свое сознание. Представьте, что у вас уже есть, допустим, миллион или три миллиона. Подумайте, как вы их потратите. Есть люди, которые не готовы к большим суммам денег в своей жизни. Я сталкивалась с такой девушкой, которая говорила, вы знаете, я счастлива, вот у меня сейчас сто рублей, я счастлива. И вот недавно так сложилась жизнь, у меня было два миллиона, я не знала, куда деть, я прямо плакала. Поставьте, постарайтесь, чтобы у вас не было таких ситуаций. Приучите себя к этой сумме, которую вы желаете. Итак, методика реализации цели. Правильно сформулировать цель, составить план и, соответственно, действовать. Только если вы будете действовать, вы будете получать результаты. И, опять же, люди, как правило, имеют две модели поведения. Либо они начинают действовать, как всегда, либо они все-таки начинают получать новый опыт. И очень полезно, если вы найдете наставника, иметь наставника, который вас поддерживает, ободряет, вдохновляет. Это очень круто. Путь к достижению цели каков? Четко сформулировать цель, это мы уже с вами говорили. Найти минимум пять человек, которые эту цель уже достигли. Изучить их опыт, составить план своих действий уже с учетом их опыта. И самое главное, действовать с любовью. У нас есть такие наставники в нашем бизнесе, Керка и Лена Ректор, которые к нам приезжают иногда с семинарами. Мы так вот говорили. Дисциплина – это когда ты делаешь то, что уже делать совсем не хочешь, но ты все равно это делаешь. Как поддержать энергию на пути достижения цели? Фиксируй все идеи на бумаге. Сделай сразу что-нибудь для достижения этой цели. То есть не откладывай в долгий ящик, начинай уже сразу. Найди пять человек и обучи их тому, чему научился сам. Говорят, что учил пока кого-то и аж сам понял. Здесь та же история. Знакомьтесь с новыми людьми, которые уже увлечены этой целью. Возьмите на себя обязательство делать это 30 дней, или 90 дней, или один год, или сколько-то. Дайте себе какой-то срок и не сдавайтесь, и не оглядывайтесь назад раньше времени. Создайте систему напоминаний, чтобы вы ничего не забывали. Окружите себя нужными, позитивными людьми, которые не будут сбивать вас с толку, а именно будут поддерживать и подхватывать. Всегда сочиняйте мечты, всегда работайте в этом направлении. Это очень важно. Разбудите в себе желание не застрять в жизни, чего-то хотеть большего постоянно. Меняйте сами, показывайте пример своим окружающим. Будьте счастливы. Спасибо. 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 Спасибо.